МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пособие на детей от 3 до 7 лет. Комментарий отдела социальной защиты населения. При наличии в семье несколько детей данного возраста, эта выплата будет выплачиваться на каждого ребенка. Еженедельное плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям провел заместитель главы Десногорска Александр Новиков. Совместно с представителями служб и организаций города были проанализированы меры, которые применяются для того, чтобы сдержать натиск коронавирусной инфекции. Десногорск продолжает находиться в режиме повышенной готовности. Превентивные меры действуют уже на въезде в город. У водителей проверяют документы, спрашивают цель поездки и проверяют температуру. Также были проведены мероприятия по установке технических средств по перекрытию других дорог на территорию нашего города. На сегодняшний день вся ситуация контролируется. Ситуация под контролем в том числе благодаря волонтерам города. Совместно с сотрудниками полиции они замеряют температуру у каждого водителя автомобиля и с нетерпением ждут пополнения своих рядов неравнодушными горожанами. Поэтому прошу тех жителей нашего города, которые имеют возможность, имеют желание показать неравнодушие в жизни города, в жизни, здоровье себя и своих близких и также вступать в наше волонтерское движение и участвовать в этих мероприятиях. Эти меры являются одними из ключевых, от которых зависит эпидемическая обстановка в городе. Данные о которой на 14 апреля по телефону сообщила главный государственный санитарный врач по Десногорску Людмила Касаткина. На сегодняшний день ситуация в медико-санитарной части находится под контролем. Если говорить о тестах, которые проводятся в медсанчасти на коронавирус, то на сегодня всего проведено 136 тестов. Из них положительных получено 2. То есть 2 человека, которые у нас официально проходят как заболевшие коронавирусом. По медицинским работникам данная работа начата 3 апреля. Были отобраны первые тесты и получены отрицательные результаты. Только один положительный среди медицинских работников. Сегодня с утра 40 тестов тоже отобрано. Это сотрудники медсанчасти, центра вегиены и межрегионального управления. Завтра и в последующие дни также будет проводиться отбор тестов у медицинских работников. Таким образом получим фиокартину состояния здоровья наших медицинских работников. Результаты, как только будут получены, естественно будут доводиться до всего населения. Дальнейший сценарий развития ситуации в Десногорске зависит от каждого в отдельности. А именно от соблюдения режима самоизоляции, пренебрегать которым в нынешних условиях крайне неразумно. Совместно с ОМВД России по городу Десногорск проводится контроль с соблюдением гражданами изоляции на дому. По обращению граждан осуществляются выезды на место. В группах нарушений не выявлено. Превентивными мерами станет и ограничение массовых мероприятий в преддверии пасхальных праздников. Уделят внимание и работе городского кладбища. Нужно проработать руководительство благоустройства по посещаемости кладбища и конкретно вопрос о посещаемости в период гражданных праздников. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Нововведение этого года – социальная поддержка семей с детьми от 3 до 7 лет. Условия ее получения на Смоленщине стали известны 9 апреля с указом губернатора области. Подробнее начальник отдела социальной защиты населения Десногорска Злата Бриллиантова. Ежемесячная денежная выплата будет предоставляться в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Смоленской области за второй квартал предшествующего года, году назначения. В тот момент эта сумма составляла 11 232 рубля. Ежемесячная денежная выплата будет предоставляться одному из родителей или законному представителю ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, совместно проживающим. При наличии в семье несколько детей данного возраста эта выплата будет выплачиваться на каждого ребенка. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в случае, если заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации и проживают на территории Смоленской области. Ежемесячная денежная выплата будет предоставляться в размере 50% величины прожиточного минимума на детей в Смоленской области за второй квартал предшествующего года подачи заявления. В состав семьи будут учитываться супруги, дети, если родители разведены, значит данная выплата будет предоставляться одному из родителей, с кем проживают дети. В состав семьи не включаются дети в возрасте до 18 лет, которые уже приобрели полную дееспособность, также дети, в отношении которых родители лишены родительских прав, дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, супруг или супруга, которые проходят службу по призыву, и также лица, лишенные родительских прав. То есть в этом случае они в состав семьи не входят. Для назначения это ежемесячные денежные выплаты, заявитель или его представитель на основании документов может подать заявления и документы либо к нам сюда, в отдел социальной защиты населения, либо в МФЦ, многофункциональный центр, который сейчас осуществляет прием документов по записи. Это очень важно. Заявление может быть подано заявителям лично, либо, как я уже сказала, его представителям, но на законных основаниях. Также документы и заявления могут быть поданы через государственный и региональный портал. Хочу обратить ваше внимание, что ежемесячная денежная выплата осуществляется в 2020 году. За прошедший период, начиная со дня достижения ребенка возраста 3 лет или с 1 января 2020 года, документы можно подавать не позднее 31 декабря 2020 года. И о начале приема заявлений и документов мы вам сообщим дополнительно. В конце выпуска о погоде. 16 апреля в Десногорске пасмурно, возможен дождь. Температура днем плюс 7, ночью плюс 2. На этом выпуск завершен. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok